80% от общего урожая помидоров в Дагестане выращивают в этих теплицах. Теперь же они оказались под толщей снега. А здесь, в Карабутахкенском районе, стихия уничтожила более половины теплиц. Ущерб некоторых из них исчисляется десятками миллионов рублей. Магомед Насихов – совладелец одного из тепличных хозяйств. Говорит, непогода уничтожила около гектара плодоносящих территорий. Кроме того, стихия повредила и современную растительную систему. На ее установку хозяева недавно потратили более двух миллионов рублей. Я думаю, на лет пять отодвинуло назад людей чисто в материальном отношении, потому что это огромный ущерб. Я же говорю, это цифры шести нулями, поэтому она не только ущерб нам, это рабочая сила. Без компенсации и поддержки власти, говорят владельцы, им бизнес не восстановить. Однако, стоит ли предпринимателям ждать помощи – вопрос сложный. Особенно после сегодняшнего выступления премьер-министра Дагестана. Мы не можем сегодня оказать помощь после этого стихийного бедства. Вот той причине, что земли получили, газ подключили, осаду посадили, урожай замерз. Они не были зарегистрированы. И застрахованы, соответственно, не были. Действительно, практически все теплицы здесь не имеют страховки. Но эксперты говорят, виноваты в этом не предприниматели. Государство не создало условий, которые позволили бы аграриям застраховать свой бизнес. Многие компании отказываются сотрудничать с дагестанскими фермерами, так как республика признана зоной рискованного земледелия. Индивидуальные предприниматели искали варианты застраховать урожай, но никто не работает с нашими сельхозтоваропроизводителями. Появилась одна страховая компания, и то она планирует страховать только зерновые. Зерновые, колоссовые. А вот именно в тепличном отрасли еще такой страховой компании не было и до сих пор нет. Ударил снегопады по животноводам. Пострадали две крупные фермы. В общем количестве под обломками оказались более 50 крупного и более 700 мелкого рогатого скота. Накануне оплодень разрушил и два здания фермерского хозяйства. На месте сохраняется угроза и для частников. Было принято решение эвакуировать шесть жителей из соседних домов. По предварительным данным, обильный снегопад разрушил около 40 жилых домов. Я когда начал чистить крышу, и где-то минут через 10-15 начало обваливаться, и я сразу крикнул, сказал своей жене, убери детей, сами уходите оттуда. И в это время эта крыша упала. Оказать всевозможную поддержку потерпевшим обещают здесь, в местной администрации. По словам главы района, ситуация сложная, но они будут использовать все возможные рычаги, чтобы поддержать народ. В районе введен режим чрезвычайной ситуации. Мы создали комиссии по населенным пунктам, подсчитываем ущерб этих домов, сколько крыш у нас поврежденных, навесов. И по теплицам точно так же идет расчет, сколько необходимо нам. Во-первых, мы когда говорим о большинстве наших теплиц, которые в районе, это все личные подсобные хозяйства. Если говорить о том, чтобы какой-то поддержкой, и разговаривали с главой республики, и с председателем правительства тоже разговариваем, продумываем, какую-либо форму поддержки попробуем оказать нашим населению, нашим предпринимателям. По поврежденным домам у нас будет подсчет, и с резервного фонда, с нашего района будет оказана поддержка, соответственно, и с МЧС-линией, домам, которые, и с основной республики тоже будет, я думаю, всяческая поддержка. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Карабудахкенский район. Продолжение следует...